Насколько вообще опасен вилличка для... Нет, на сегодня разбегу нет. А детей сколько этот процент? Детей, ну, детки есть, к сожалению, да, болеют. Тяжелых детей на сегодня нет. Детки совсем маленькие, вот малышки. Трехлетние были, подростки были. Но в целом все в грамме было. На процент примерно это было очень. Меньше десяти? Меньше. И сколько сейчас тяжелых больных? Сейчас четыре человека с подтвержденным COVID на аппарат ХВЛ. И суммарно у нас сейчас, по-моему, что чуть-чуть меньше тридцати больных на кислород. То есть это тоже тяжелые пневмонии с дыханием достаточных, которые требуют поддержки кислорода, считать, в 35 человек. А есть ли данные ПИТ-расследования, откуда в областной больнице появился коронавирус? И сколько отделений закрыто? Сегодня вся больница областная переведена в режим обсервации. То есть она не работает на выступление больных. В связи с чем довольно-таки серьезно возросла нагрузка на больницы, которая компенсирует репушекозайные медицинские помощи, экстренные и срочные, и отложенные. Значит, там смотрели мы по тем первым случаям и первым заболевшим. Там конкурирующая история. Там был один ПСМ, который первый заболел, и был доктор один, которые заболели синхронно. В общем-то, кто из них первый принес эту инфекцию, ну, как бы сказать, сейчас не представляется, возможно. Доктор болеет с пневмонией, пациент уже не скончался. В общем, он был онкологический, в 14-м стадия он уже скончался. Но это большого значения не имеет, на самом деле, потому что этого никто не знает и вряд ли когда-то точно узнает. Это можно про страйпа прорисовывать цепочкой ПИТ-расследований при нулевом пациенте. То же, откуда же вот оно пошло сегодня, сейчас с вами общаясь здесь, в общем, опять повторюсь, как бы аят из маски. А в какие больницы поступают не коронавирусные больные, как бы, ну, постворы, кризис и так далее? В разные, в зависимости от того, с чем они обращаются. На тяжелой пневмонии пациентов с риском на коронавирус пытаемся сегодня в основном госпитализирование в Центральной городской клинической больнице. Потому что на сегодня полностью готова к диагностическому потоколу. У них и лаборатория своя есть по коже, у них компьютерная томография есть, у них рентгены есть, у них есть возможность шлюзовать, есть локсированный палат, у них все очень правильно сделано. До этапа подтверждения или опровержения лечи коронавирусной инфекции. Поэтому основной поток идет туда. У нас сегодня экстренная помощь поступает в СНП, в старый корпус, который работает как изолированный, по сути дела, больницы. Это новый корпус, старый корпус, а неизолированный как подруга. То есть поступают туда, на инфаркты, поступают в федеральный центр сегодня, они вот так хорошо на себя нагрузку взяли. То есть маршрутизация больных, она у себя есть. Для инфекционных больных развиванных в Черняковской ЦРБ очень проявлено. Ну вот в наших больницах, да, на один этаж, один туалет. А как кого-то людей тогда в боксах держат? Слушайте, я вообще не очень люблю считать социальные сети по понятным причинам, что харма сеть не платит. Но периодически мои друзья, они мне скрины шлют, там, на группнике еще кто-то, посмотрите, что пройдет. Одно из последних выступлений о том, что посмотрите, там, недоминистр Кравченко. Как же так? Какие условия? Такое ощущение, я понимаю, что, правда, пришел душевые кабины в каждой палате, разломал, они же везде были. Но понятно, что у нас фонд старый. Понятно, что мы сегодня, там, те больницы, которые соответствуют всем требованиям современных. Две современные больницы, это инфекционная больница, после реконструкции корпуса, больница скорой медицинской помощи, НОРД корпус. Именно поэтому они приняты были для того, чтобы брать самых тяжелых больных на семьях. Дальше идет зонирование. Если сегодня у нас условно выделены зоны, то есть у нас разделены они по этажам, либо по сегментам определенным по больнице, разделены все потоки, лифты, все расходится правильным образом. То есть у нас не пересекаются здоровые и больные пациенты в коридоре, если они не будут. Сегодня в каждом отделении ЦГКБ есть возможность принять душ, к кому-то госпитализированную душу. То есть там сегодня все эти условия сопределены. Там вы, наверное, имеете в виду тот видеоролик, который там был на медсестрой. Нет, я просто лежала в больнице, я знаю, что там один туалет на весь коридор. На пол этажа, на отделение. То есть это такая планировка в больнице. Допустим, в ЦГКБ, мы даже непосредственно в ней конкретно, мы рассматривали возможность канализации стояков и воды для того, чтобы обеспечить самоусловленный палах. Потому что там это невозможно просто. Там нет канализации, которая нужна для того, чтобы там стоять горы. Поэтому там это просто невозможно. Поэтому это так. Все больницы мы с вами же не перестроим быстро. Будем к этому стремиться. Делать этот корпус новый строится. Детско-областной больницы с учетом, конечно. Онкоцентр строится с учетом. Все вновь возводимые объекты строятся с учетом. Все объекты, которые идут так или иначе в реконструкцию, мы всегда оцениваем по возможности обеспечить их. Где-то это удается делать. По типовой советской больницы. Это как-то считалось, что один туалет в конце коридора объединяет всех пациентов, которые лечатся. Смотришь, а у военных, которые здесь считают свои коронавирусные случаи, отдельная статистика от гражданских в регионе? Число заболевших, выявленных случаев, они входят. Потому что референс-центр один – это лаборатория нашего груза, которая подведена на Роспотребнадзору. Поэтому они в эту статистику входят. Насколько мне известно, в областной больнице медики продолжают работать. Их не сменили новые группы. Правильно, так и должно быть. Что происходит с очагами? Определяются границы очага, и дальше он локализовывается. Никто просто так оттуда не должен выходить, и никто просто так не должен туда заходить. Соответственно, остаются медработники, они лежат в центре. И что-то более 50 человек сегодня, которые в областной больнице медработники, их продолжают лечить. К сожалению, каждый день кто-то из медработников вновь выявлено начинает болеть. Этих медработников мы должны брать и выводить. Это каждый день, что происходит. И мы забираем одного-двух врачей, сестер, переводим их в инфекционный стационар. Их оставшиеся продолжения долечивают тем, кто там уже. К сожалению, не так. Потому что, еще раз говорю, там многопрофильные стационары, их нельзя закрыть. Там взять 10 больных куда-то перевезти, и чтобы все стало хорошо. К сожалению, там довольно сложная ситуация в очагах многопрофильных больниц. Потому что специализация очень ускорилась. То есть, нельзя условно гинеколога отправить учить лечить больного, который оперирован по поводу лорозаболевания. Поэтому там такие серьезные сейчас компенсаторные механизмы включены для того, чтобы пациентов, которые внутри находятся, обеспечить правильную терапию. Можно ли сказать, что основные контакты заражения сейчас через медицинских работников? Нет, нельзя. Сегодня мы видим эпидораспространение, мы видим внутрисемейное распространение. Мы видим, они начинались не через медицинских работников, они начинались через наши самостоятельно организованные группы. То есть, сегодня, если говорить о том, что нужно сделать для того, чтобы стало не хуже, а в перспективе хорошо, нужно понимать, что нужно максимально обеспечить социальное дистанцирование. Все-таки по-прежнему постараться избежать массового скопления в виде совместных обедов, даже в коллективах. Люди работают в одном предприятии, в одном отделе, садятся вчетвером за один стол и начинают прием пищи. Вот этих вещей сегодня нужно избегать. Потому что, допустим, в той же областной больнице, там часть врачей вышла полностью всем отделением, и точка пересечения их была одна – это предпец. То есть, вот этих вещей лучше избегать. Понятно, что все корпоративы, отмечения дни рождений, поездки на шашлыки и так далее, вот эти все вещи, конечно, нужно разграничивать. Они сегодня имеют самую большую такую спешечную активность. Это нужно ограничивать. Ну и посещением больниц, да, мы сегодня признаем, и так было всегда при всех академиях и во всех территориях. Это, безусловно, избежать посещения медицинских организаций, если на то нет, очень такой резкой причины. Потому что это самое сегодня опасное место с точки зрения получить свою дозурус. Все, корейка, спасибо. Спасибо. Я прижду.